Всем привет, ребята! Меня зовут Андрей Чент, и вы смотрите мой новый влог. Начинается он с самого утра. Подобрал немного людей, подвез их до метро, ехал по пути, мне несложно. Причем, никогда так особо часто не делал, потому что очень часто утром езжу. Самый большой поток людей, это утром. Чуть-чуть баблишка накидали. Конечно, на бензине хватит, но приятно, на самом деле приятно. Но суть не в этом. Ну, сейчас еду, в общем-то, наконец-то устанавливать сигнализацию, устанавливать мультимедиу. Потому что реально я испытываю дискомфорт, когда в гелике нет камеры заднего вида. Я не вижу габаритов. То есть я примерно понимаю, где они, но я привык их чувствовать. Если спереди их чувствуют, то задница, как вы поймите, у 5-метровой машины, ну, хотелось бы лучше, скажем так. Вот, поэтому этот день настал. Я по записи еду там, где делали субарик. Надеюсь, что и гелик тоже сделают. Обещают, что за 1-2 дня. Я считаю, это недолго. Некоторые, я даже звонил официальный сервис Пандора. Представьте, будут делать ребята, которые неофициальный сервис, но они реально Пандора занимаются, вроде неплохие. Они берут, сказали, 3100 гривен. Ну, это чуть больше, чем 100 долларов, там, 120 долларов за установку сигнализации обычную. Ну, если там хочешь бесключевой доступ, то чуть-чуть больше, тому подобное. 3100. Позвонил в официальный сервис в Украине, Пандора, да, то есть делал официальный сайт, официальное представительство и тому подобное. Я говорю, у меня гелик, 2002 год. Они, оооо, это капец, какая сну. Ну, я купил сну, то есть правильную систему для этого года, для аналоговой машины. То есть гелик от субарика 2006 года ничем не отличается. Мне кажется, даже в гелике чуть больше даже функций, даже на самом деле больше функций электронных, чем в субарике. А у этот, ну, мы вообще таким не занимаемся. Чуваки, вы же по факту должны разбираться в официальный сервис. Ну, это может стоить минимум 10 тысяч гривен, короче, это минимум 400 баксов. Эта машина к нам на неделю минимум. Я такой, думаю, ни хера себе, ребята, неделю делать сигнализацию. Ну, типа, вы, конечно, извините, но а что вы с ней собираетесь, там, пару проводов проложить, там, ну. Вот эти ребята за день готовы сделать сигнализацию. Но я говорю, ребят, у меня еще есть мультимедиа, они, да, мы устанавливаем, ну, посмотрим по факту, как будет ставиться. Может быть, за день успеем, может быть, за два. Вот я им привожу машину утром, и вот они уже сразу загоняют ее в бокс, то есть по записи. И все, и вот целый день они ей занимаются. Мало одного дня занимаются два дня, да, то есть пятница-суббота. Мне такой подход нравится, молодцы, то есть. Хотя это не какие-то там раскрученные ребята, хотя, знаете, сервис такой тоже внешне симпатичный. Вы, думаю, в прошлом влоге видели, когда я субарик завез, вот тут вот даже я и везу его, такой же гелик. Просто хочется, как минимум, уже прогревать машину. То есть должны будут достать чип из ключа для того, чтобы взять бесключевой доступ. Ну, бесключевой доступ в основном в новых машинах. Знаете, когда кнопочку нажимаешь, и она там сама заводится. И вот функцию я хочу воплотить, ну, не с кнопочки, а безключевого доступа, чтобы я мог дистанционно, то есть субарики я тоже могу делать. Заводить машину, прогревать, чтобы уже, когда я вышел из дому и сел в машину, во-первых, она уже прогретая, да, то есть уже, особенно зимой, это очень важно прогреть хотя бы там пару минут. А второе, это уже, если там за 5-10 минут включил на автоматический прогрев, да, чтобы машина заводилась, во-вторых, она будет теплее. Я думаю, все, у кого есть машина, это неприятное состояние, когда ты вот выходишь, представьте, там зимой на улице минус 10, минус 15, вообще, ну, холодно. И вы садитесь в холодную машину. Это пока ты такой, знаете, вот просиди, посидишь, пока у тебя там протрусит всего, ну, не очень комфортно. Вот это вот доходить до того момента, пока машина прогреется. А вот эта функция, она вот поможет, в общем-то. Плюс, вижу, сигнализация мне нужна, если вдруг меня стукнули, чтобы я хоть какое-то уведомление получал, вдруг я в торговом центре, меня кто-то задел, мне кто-то, ну, стекло разбил, мало ли что угодно. То есть до этого в машине вообще не было сигнализации, просто была кнопка открыть, закрыть двери. То есть ее могут спокойно разбивать, и она не подаст даже звуку, она брутальная, она такая, типа, а мне это задница. Ну, разбили и все, хозяин сделает. Вот, не было мне никакой безопасности, просто закрыть, открыть двери. И я считаю, что, ну, это неправильно. То есть, я даже не то, что больше боюсь, что ее угонят, нет, ну, у меня есть, как бы, парковка, охраняемая и так далее. Просто бывает, когда оставляешь в городе машину, еще что-то, ну, безопасность, это, как бы, неплохая штука, не, скажем, не дурные люди придумали безопасность. Сейчас вы же дома двери закрываете, правильно? Вы же не говорите так, кому надо, тот и украдет. Ну, я практически приехал, вы знаете, то есть пробок сегодня особо и нет. Ну, что, приехал, вот здесь он будет делать машинку. Сейчас, в общем-то, отнесем, что валяется сзади ребятам и домой. Все, машинку, в общем-то, отдал. Скажите, день-два, думаю, сделают. Вот Subaru, на котором сейчас катается. Единственное, что, видите, зимние диски уже такие почесанные. Летние в отличном состоянии, а перебыл резину на зимнюю. Вот такая, надо ее подкрасить. Послазила немного краска. Но это оригинальные Subaru диски 15-х, зато мягче ехать зимой. Пришел забрать Subaru, сказали, что, короче, ABS-ка, это ошибка, просто глюк, вот, глюканул. И поэтому насветилось. Все датчики целые, сказали, Андрюха, поездим. Натянули ручник. Знаете, что самое интересное, ребята? Стоит тут один Porsche Cayenne. Ну, вроде бы ничего особенного, но там стоит, в общем-то, за воротами тот чувак, который продавал мне гелик. Тот, который продавал гелик, стоит сейчас уже, он купил себе Porsche Cayenne, только он купил его убитым. Короче, это обычно, как казалось, нравится, больше перекуп. Он купил убитый гелик, точнее, убитый Porsche Cayenne. Привез сюда ребятам, говорит, ребята, сделайте хоть немножко его за копейки, чтобы перепродать там за большую сумму. Вот так вот. Забавно, я такой, а ты что здесь делаешь? Ну, вот, велик пришел, этот, Porsche пришел забрать. А ребята посмотрели, говорит, он ушатанный, просто в говнину, говорит, просто там все сыпется, все на соплях. Вот, наверное, купил, наверное, самые дешевые деньги, хочет немного вложить там, для того, чтобы там еще пара тысяч долларов заработать. Ну, каждый вертится, как умеет, как говорится. Думал, что, короче, сделали субарик. Нет, они сняли эту ошибку, но она снова засветилась. Сказали, что надо будет все-таки читать ее. В понедельник приеду, почитают. Но самое страшное было то, что я еду, и я смотрю, а у меня на приборке нету бензина. Ну, если представим, что свет выключить вот так вот, то есть все, есть скорость, там, температура, обороты, а уровень бензина, где, типа, сколько бензина. А оказывается, наверное, что там перегорела лампочка, вот бензин там в углу, и его просто не видно. Я так пересрал, типа, ну, я знаю, что лампочки меняются, это как бы небольшие мелочи, но я такой смотрю, думаю, стоп, а сколько мне ехать, типа, куда, шо, вот. Позвонил по Гелику, сказали, может, даже сегодня к вечеру успеют сделать, либо завтра точно уже заберу, там еще пока им занимаются, то есть целый день занимаются Геликом. Вот такие моменты люблю, когда ты привез и занимаются четко твоей машиной. Я кажется, это правильно. Бывает такое, привез и забрал машину через неделю, потому что у них там другие еще делаются и так далее. Вот такой подход я люблю. Ребят, я в своей жизни много чего пробовал, но решил я купить себе идеальное немолоко. Гречневое. Ну, разный вкус мог себе представить. Но, мать его, просто гречка на молоке. То есть я просто чувствую, как я жру кашу. Я не знаю, для каких ценителей это сделано. Знаете, такой, бля, сейчас бы гречечки пожрать. Не, не хочу. Лучше... Просто, бля, гречневая каша молочная. Вот кто с Украины, попробуйте эту хрень. Просто вам для интереса. Обычная гречневая каша в жидком виде. Это очень жестко. Смотрите, ребята, какую штуку забрал. Это вот клык на гелик. Позвонили мне только что с электроники. Я же гелик отдал, пока езжу на Субарике. Мы сейчас со Снежкой двигаемся на День студента. Нас Юла пригласила, дала билет. Идите, ребята, потусуйтесь. А вот, и гелик сейчас же загнанный в сервис. На него ставят сигнализацию и медиа-систему. Медиу еще поставили вчера. То есть уже на гелике есть мониторчик с передней камерой, с задней камерами и боковыми камерами. Короче, типа чуть-чуть апгрейдился он. Плюс там всякие еще ништяки по безопасности в этой камере. Ну и так далее. Но вот с сигнализацией проблемы есть. Помните, я говорил, что гелик горел. И последствия всем этим причинам, это то, что проблема с проводкой. Там порезано, там перерезано, там перемотано. Ну, короче, какие-то всякие разные руки там что-то мотали, перематывали и тому подобное. И вот проблема в подключении электроники. И как бы ребята хотели уже отказаться, сказали, не, ребят, типа мы уже не хотим этим заниматься, что-то там очень все плохо. Ребят, давайте сделаем. Но если кто-то другие кривые руки сделали, давайте мы эти хотя бы руки решим, я готов заплатить. Ну и вроде бы все окей. Уже так примерно догадались, что нужно докупить. Где-то там проводочек поменять, там перемотать, там заизолировать. Вот. И думаю, что еще там пару дней, максимум неделька, и уже гелик заберу. Надеюсь, что на сигнализацию и с медиа-системой. Вот. Ну это минус того, когда покупаете старую машину. Но я ни о чем не жалею. То есть, обидно, да, что такие моменты есть. Ну, ребят, это гелик. Вот. Мне вот, я смотрел гелики, что 2002, что 2012. Особо разницы я в них не вижу. А внешне вообще одинаково. В салоне чуть-чуть изменения. Ну, у меня тоже гелик не в 2002 года, а обновленный. Вот. Единственное, что мне нравится, это именно новые гелики 2018 года. Вот внутри они прям классные. Вот даже 2016 не нравится внутри. А вот 2018, вот он реально как-то прям очень сильно изменился. Внешность мне как-то показалась его более, менее брутальной, чем более старый геликов. Почему-то. Может быть, к нему нужно привыкнуть. Но вот внутренность, кто может посмотреть в интернете, вот Гелендваген 2018-2019 год, просто ляля. Вот там реально чувствуется какой-то вот уровень. Ну и цена. Ну то херня. Так что мы сейчас со Снежкой поедем отдохнем. Хорошо-ка есть две машины. Сядем на Субарик. Я вчера ехал, короче, в село. Из села я думал, что у меня поломалась палочка по показыванию бензина. Я говорю, Снежу, блин, не показывают столько бензина. Нет, оказывается, показывают. Просто жрет особо вообще ничего. Я просто отвыкал Субарика. И потом уже когда назад возвращались, так палочка чуть-чуть. Я там литров в 10 можно потратил на 100 километров. А когда тут тратится 30, ну разница чувствуется, согласитесь. Вот, так что да. Хорошо-ка есть две машины. Ладно, мы поехали.